Цветы на снегу 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 В общем, директор такого работника ценил и не прочь был оставить его у себя насовсем. И справедливо решил, что для этого необходимо вызвать сюда и его семью. — Ну, директор — это вам не чиновник за столом с бумажками, это человек, у которого есть рычаги для стимулирования нужных людей. Вот он быстро и обзвонил тех самых людей в районе, потом сам съездил в область, и уже через месяц Колотов получает приятное ему известие. К известию, председатель сельсовета любезно присовокупил письмо от его семьи из Украины, а также свое собственное поздравление с напутствием «Дескать, живи, товарищ Колотов, и работай на благо нашего района, ну и радуйся, конечно». При этом сам председатель излучал искреннее умиление, как будто не он больше всех под разными предлогами отказывал Ивану в той самой просьбе. — Ах, разве до этого было теперь, когда в твоих руках заветное письмо от семьи приложил Иван в благодарности руку к сердцу, поклонился вежливо и удалился, и, зажав в руке столь заветную весточку, чуть ли не в припрыжку бежал до своей избы. А это километр от села. Жил он на отшибе через распадок у самого леса. И только тут распечатал письмо. Главная весть. Дочка, Настя, приедет уже в конце месяца. — Мать честная, конец-то, вот он уже. Неделя только и осталась. Да, долгонько добирается почта в эти края. Засуетился Иван. Побежал во двор за дровами, будто она вот уже с минуты на минуту явится. Во дворе стоял Зил Леньки Белых. Парень часто оставлял его у Ивана, когда пораньше надо было ехать в район. Это тоже куда как хорошо. Ивану тоже туда надо. Значит, утром можно будет поехать с ним. Растопив печку, он помолился, раскрыл Библию и сел за стол. Но читать не стал, а попытался представить себе своих родных. Шесть лет уже не видел их. Он подошел к небольшой фотографии на стене, где были запечатлены его дочь и сын. Он их специально для этого и возил в город. Насте было двенадцать, Павлу десять. И было это за несколько дней до его ареста. Фотография эта прошла с ним через весь лагерный срок. Теперь дочка спрашивала, сможет ли он встретить ее в Братске. Видать, страшновато ей одной добираться сюда, в самую глушь. Ну, что делать? Можно, конечно, сразу попросить директора, чтобы посодействовал, но врожденная стеснительность не позволяла Ивану надоедать человеку. Он ведь и так уже помог. И тут Иван застыдился самого себя. Что же я раздумываю, если не спрашивал еще своего заступника, и тихонько сполз со стула на колени. Прости меня, Господи, от радости забыл, кто мне ее принес. Прости, Господи, и помилуй. И долго лилась благодарная молитва Спасителю, пока не ощутил он благословенное умиротворение в душе и со слезами умиления прошептал «Простил! Простил меня, Господь!» «Какой же ты терпелив и благостен, Господи!» На улице послышался скрип шагов и настойчивый стук в дверь. Иван быстро накинул на рубаху фуфайку и спешно влез в свои огромные пимы. «Заходь, заходь!» «Открыто!» — крикнул он. В сенях долго топтались. Потом дверь распахнулась, впустив в избу облако пара и угрюмого детину в скособоченном треухе, черной фуфайке под поясанной бечевкой и ватных брюках. Следом на пороге, вынырнув из-за широкой спины увольня, появился другой, поменьше ростом, но в такой же униформе. Ницеремонис сразу же прошел к печке, по-хозяйски подбросил в топку пару поляшков, присел на чурку покрупнее и протянул к плите красные от мороза руки. Похоже, слепов, мужики! Но в сердце Ивана закралась тревога. Больно уж бесцеремонно повели себя гости. Оно, конечно, глухомань сибирская, не до сантиментов, но поздоровкаться-то любой лесовик обязан. Без этого какой разговор? И, словно подслушав его досаду, откашлялся уволень в кулак. Ну, будь здоров, хозяин! Будь и ты, добрый человек, один живешь, что ли? Как видишь, криво усмехнулся Иван. И давно ты тут обосновался? Скоро год будет. Да ты проходи, чего в дверях стоять? Чай не ругаться пришел. Говори, как звать тебя величать? Друга как? Звать-то отозвался второй от печки. Ну, меня зови Герой, а его Матвей Михайловичем. С непонятной усмешкой кивнул он на увольне. Но для простоты и ясности можешь звать его Малышом. Да хоть горшком только, чтобы в печь не ставил, разрешил Матвей. Он продолжал стоять, не обращая внимания на приглашение. Ну, зачем же горшком такого богатыря величать, улыбнулся хозяин. Тут никакой печи не хватит, разве что доменная. Ну, а я Иван. Ага, Иван, значит, продолжал Гера. Ну, а где прежние-то тутошние хозяева Вань? Тут вроде пара семейная жила. Гребенюки? Так переехали они давно. В соседней деревне живут. Ишь ты, не как разбогатели. А чё ж не разбогатеть? Николай день и ночь мантулит, как квол. Ну, и зарабатывает. Ну, а как же? Да и жена не уступит. Знакомые ваши, что ли? Да вроде того. А где их там искать? Легче лёгкого. Тут до их деревни километров семь-восемь будет. Если отсюда ехать, пятый дом справа. Дом громадный, не обознаешься. Он один такой, с крашенным заплотом высоким. Так, а вы-то сюда сами на чём? Спохватился, наконец, Иван. Без машины, что ли? Мы пеша. Так оно сподручнее. Пеша. Ближайшие бригады, что тянут лепы, находятся отсюда за семнадцать километров. Неблизко. Иван поёжился. Откуда, если не секрет? Оттуда. Показал рукой вверх уволень и шагнул, наконец, к печке. Оттуда, говоришь? Переспросил Иван. А что ж на грешную землю потянуло? А там не приняли, осклавился малыш, показывая золотые фиксы по уголкам рта. Вот пришлось вертаться. Заодно и должок вернуть кое-кому. На постой пустишь? Пустит, сказал Гера. Не видишь, он добрый. Пустишь ведь? Да куда денешься, улыбнулся Иван. Бог велит так. Это как же он тебе велеть может? Так и может. В Библии сказано, раздели с голодным хлеб твой и скитающихся бедных в виде в дом. В Библии. Привстал Гера и хивнул на стол. В этой, что ли? В этой Иван пожалел, что не убрал книгу. Ну, это не про нас, ухмыльнулся малыш. Мы не бедные и не голодные и не скитаемся, как ты подумал, а идем к своей цели. Мы все странники и скитальцы на этой земле, Матвей. Ну, не скажи, малыш явно приготовился к дискуссии, даже плечи расправил, но его перебил Гера. Да прав он, чё ты споришь? Все мы тут временно. И скитаемся и бегаем от кого ни попадя. Барахтаемся по жизни, как кто может, и не знаем, где конец найдем. Ладно, хорош ляса точить. Упредил он, порыв малыша, поспорить и кивнул головой на окно. Зелок-то твой во дворе? Да ну, Ленька это, Белых, слез промхоза. До утра поставил. Может, и раньше подъедут с бригадой. Я на вас и подумал, что это они прибыли. О, а мы думали, ты нас подбросишь, озаботился Гера. Такой поворот еще больше насторожил Ивана. Так вы ж на постой хотели, напомнил он, или передумали? Да как передумали? Раз гребенюки рядом проживают, чё мы тебя стеснять тут будем? У тебя и места-то нет, а там, сам говоришь, хоромы. Место найдем, чай не бояре. А поутру Ленька вас и подбросит. Что же блукать-то на ночь глядя? Семь верст по темну. Это совсем не рядом. Семь верст для дурака не круг. Философски заметил Гера. Нет, братан. Нам сейчас туда нужно. Ключи от машины у тебя? Предчувствие беды тяжелым гнетом сдавило сердце. И чтобы больше не играть в жмурки, Иван решил вызвать их на откровенность. С какой такой стати? Мне техника ни к чему. Я вон и в зоне на телеге только ездил. Да еще за пять лет двуручку освоил. Оба визитера, как по команде, крутнулись и уставились на него. Ты че, парень, сидел? Не гонишь? К чему мне? Пять лет от звонка до звонка. Так это же меняет дело, разулыбался Гера. А статья? Я за веру в Бога сидел. А, молельник, Библия, заветы, — снисходительно улыбнулся Уволень. Знавал я вашего брата. Хоть и не православные, но ништяк, парни, нормальный ход. Не фраера, во всяком случае. Ну, а чего здесь застрял? Так на поселении еще пяток. Правда, ожидаю, что скостят. Ага, сейчас, так тебе и скостили. Будешь ждать еще столько же, если не поумнеешь. А поумнеешь — это как? Прищурился Иван. Обкосяк! Сердитыми глазами зыркнул Гера. Под лежачий камень вода не течет, слышал? Рогом шевелить надо. А я и шевелю. Бога в молитве прошу, чтобы усмотрел. Ага, проси. Не надорви столько. Ну, ладно. Самогон есть? Не держу, ребятки. А вот ужин этому быстро сварганим. Иван накинул фуфайку и направился было в сене, но малыш удержал его. Не торопись. Мы только что на природе харчевались. Ты лучше чефирку завари, раз выпить нету. Наперво ты сам пойди смени кабана на стреме, — приказным тоном сказал Гера и тут же поправился. Славку, Славку, пусть обогреется. А чефир, — возразил малыш. Он же такого не сварит, как я. Да и чего там волков морозить? Кто в такую пору сюда сунется? Ладно, зови его и сам вертайся. Чуть хлебнем и двинемся. Гера повернулся к Ивану. Ну что, Ваня, поможешь друзьям по несчастью? В несчастье как не помочь. Объяснишь, там и увидим в Магуле. Где через чуну по льду перемахнуть, знаешь? Ну, чтобы на мост не ехать. Отлично. А дороги в тайге, чтобы окольными на Братск проехать? Братск, — защемило сердце. Что за совпадение? Так вы чё, ребята, того? Иван не смог выговорить в бегах. В избу вернулся Матвей с толстым мужичком, с одутловатым и желтолицом. Маленькие злые глазки его так и шныряли по сторонам. Если бы он появился раньше своих спутников, Ивану не пришлось бы строить догадки о статусе незваных гостей. Новоприбывший тут же устроился у печки. Того-того. Гера пытался выглядеть миролюбиво и, вытащив из внутреннего кармана пачку денег, помахал ею. Да ты не тушуйся. Вывезешь нас отсюда, такой бакшиш получишь. Прикинь, плата наша вперёд, без дураков. Это, говорю тебе я, князь, вор в законе. Годится? Что ж ты, князь, вор в законе, а меня за дурака держишь? Будто я не понимаю, что доживу в лучшем случае до места назначения. А там перо в бок, и поминай, как звали. Неправильно ты обо мне подумал, Гера. Да ты с кем разговариваешь, падла! Тут же оказал себя кабан и привстал грозно, но Гера жестом остановил его. Он зашёл за спину Ивана и стал рассматривать фотографию на стене. Присоединился к нему и Матвей. Иван в полоборота насторожённо следил за ними. Двои, что ли? Спросил Гера. Мои. Шесть лет как сфотографировались. Теперь уже взрослые оба. Красивые у тебя дети. А детям помогать надо. Ну, так как? Я же сказал, неохота мне в Т.Е. в безвестности умирать. Тебя не тронем. Слово даю. Князь вернулся к печке. Малыш так и остался за спиной Ивана. Не хочу я разборок с Богом твоим. А то вдруг он и в заправду где-то существует. Оправдывайся потом перед ним. А у меня ни опыта, пока такого нету, ни желания. И, надеюсь, не скоро будет. Ну, что уговорил? Смотри, здесь тебе и на дом, и на безбедное прожитьё хватит. Он отогнул край новенькой струблёвой пачки и пустил дензнаки из-под пальца веером, как колоду карт. Его напарники заворожённые жадно сглотнули. Иван не ответил. Он отрешённо шептал молитву, выпрашивая у Бога себе твёрдости духа о беглецам благоразумия. Гера же воспринял его молчание, как если уж не согласие, то зародившееся сомнение. Оно и правда. Кто ж устоит против таких деньжищ? Потому и помедлил немного, дав простор людскому желанию, а затем добавил так, будто вопрос этот решённый. Ну, что уговорил своего Бога и жёстче. Бензин в баке есть? Про бензин не знаю. Очнувшись, глухо сказал Иван. — А про что знаешь? — сузил глаза уголовник, почуяв твёрдость в голосе хозяина. — Про совесть знаю. Спокойно ответил Иван. — Как людям в беде я должен вам предоставить кров. Про то мне Бог о странноприимстве полагает делать. Но пособлять в воровстве машины такого он мне не разрешает. Так что я и сам не могу, и вам не позволю этого. — А мы у тебя так и спросили, — презрительно усмехнулся Матвей. — Да кто тебя, козла, заставляет воровать машину, — взъярился кабан. — Тебя просят вывезти нас от седа, а там езжай на все четыре стороны. Или тебе чё, на пальцах объяснить? Я ощерился жёлтыми зубами, поигрывая тут же невесть, откуда появившаяся в руке заточкой. Иван хорошо знал, что именно такие члены банды бывают самыми жестокими. Занимая последние роли явных гандикапов, они всеми силами пытаются доказать другим, что и они что-то значат. Оттого и способны в любое время на любую подлость и самое низкое коварство. — Спрячь! — коротко скомандовал ему князь и присел на корточке перед Иваном. — Я понимаю, ты всё ещё не веришь. — Тогда вот тебе ещё доказательства. Он открыл столешницу и положил туда деньги. — Видел? Заберёшь, когда сам вернёшься. Можешь перепрятать для сохранности. А доберёмся до Братска, получишь ещё одну такую пачку. — М? Годится? — Ты меня не понял, Гера. Мне, конечно, нужны деньги, но не такие. А как же насчёт любви к ближнему, помощи скитальцам, о чём ты только что говорил? — Нам требуется твоя помощь. — Так прояви свою любовь к ближнему, а? Ты же сейчас Богу молился. Неужели он тебе не подсказал? — Постой, как там у вас? — Возлюби ближнего, как самого себя. — А? — Не так? — Так. Но любовь к одним не может быть во зло другим. — Это так, это верно. Но если ты нам не поможешь, нас изловят и добавят на всю катушку. Это, по-твоему, будет добром? У вас есть выход. Вернитесь сами. — И добавят меньше, да? Не за всю мазуту, хочешь сказать? — докончил за него Гера. — Так что? Пустой базар? — Но ты хорошо подумал. Иван кивнул. — Ну, смотри, братан, я хотел. Как лучше. Выпрямился князь. Ты же должен понимать, что в таком случае нам свидетели не нужны. — Да как? Не дождавшись ответа, Гера моргнул малышу. В ту же секунду на шее Ивана захлестнулась удавка и сдавила ему горло. Иван инстинктивно вскинул руки и судорожно вцепился в пальцы Матвея. На руках обоих от напряжения вздули с вены. Лицо Ивана уже налилось кровью, но неимоверным усилием ему удалось чуть-чуть ослабить захват, и он перехватил удавку у горла. Фуфайка распахнулась, и на нательной белой рубахе четко обозначились мышцы. — Князь, он уходит! — натужно просипел малыш. — Веха! Злорадно выкрикнул кабан, почувствовав свой час, и с каким-то безумным сладострастием споднизу вогнал заточку в грудь Ивана. Тот дернулся, обмяк всем телом и мешком сполз на пол. Кабан победно взглянул на друзей. — А то бы до темна тут конетели, лис! И сам от страшного удара вожака отлетел в угол комнаты. — За что, князь? От обиды кабан закусил губу и набычился. — Ты что сделал, погонь? Грозно прошипел князь. — Да он все равно бы не раскололся. И так уж сколько времени из-за этого урода потеряли. — Это что мне, вместо благодарности? Я расклонился к Ивану, прислушался и зло сплюнул. — Готов. — Благодарность ты у меня еще получишь, придурок. Мы же договаривались. Только припугнуть. Теперь его с собой придется таскать. А ты будешь бежать впереди машины, чтобы случайно с дороги не сбиться. Понял? — Да к чему я? — Заткнись. — Малыш, а ты что, совсем обслаб, что ли? — Слушай, не ожидал я такой селищи-то в нем. С виду-то и не скажешь. — Жалко даже мужика. — Ладно. Приодень его и в кузов. Соображение одно имеется. И по сусекам поскребите насчет жратвы. — Кабан. — Бензин проверял? — Проверял. Полный бак. — И провода высвободил. Заведем напрямую. — Хоть тут повезло. — Там во дворе я его топор видел в чурке. Его тоже прихвати. — Только в рукавица бери. — Понял. Голос у кабана немного повеселел. — Может, и не будет шибко строжиться главарь, раз путем заговорил. — Только смотри без самодеятельности. Если с бабками все в ажуре, гребешка не трогать. Хватит нам одного трупа. Поймают — тогда не рассчитаться. Гера уже двинулся к дверям, но вдруг остановился, повернулся и взял со стола Библию. — Ты чего, князь? — раскрыл рот Матвей, а кабан противно хихикнул. — А вдруг, когда еще встретится такой же чудик? — усмехнулся Гера. — Вот чтобы хоть что-то о них знать. Их же, так сказать, оружим их и бить. — А-а-а, — снова льстиво хихикнул кабан. — Святым кулаком по окаянной шее. Да, что-то вроде того. — Смотри, князь, — нахмурился малыш, — знавал я одного такого. Тоже хотел просто почитать эту Библиберду. А в итоге погнал потом гусей. Везде стал ему бог мерещиться. Его в психушку так и определили. — Ну, это не про меня, малыш, успокойся. Тот твой псих, значит, задним умом богат был, а у меня все только в будущем. Ну, поехали. Через некоторое время во дворе Ивана заурчал мотор и самосвал, прорезая прожекторами фар ночную мглу, медленно выполз на проселочную дорогу. В кузове, прикрытое тулупом, лежало недвижное тело Ивана Колотова. Серега Лебедихин, запнувшись о порог, буквально залетел в комнату, где попивали они с дружком Андреем Жмыхом самогон. — Андрюха, Ленька подъехал, — выпалил он заплетающимся языком. — Пойдем, быстро загрузим. — Так уже утро. Лечо ли? А Соловела повел тот глазами. — Не-а! Темень хоть глаз выколи. Но раз подъехал, нам же лучше, чтобы утром не вставать. Пошли! Вон его зелок стоит около гребенюков, как и договаривались. Муки-то в мешок сыпни маленько, не забудь. До носа и полужая. Пошли! Хотя это уже лишка будет. Он и так дрыхнет, как сурок. Я его от трубями с брагой напоил. Ну, идем. Друзья, пошатываясь, прошли через двор к стайке, откуда изредка доносилось похрюкивание поросящего населения. — Ты только кабанов не перепутай! — упредил Серега. — Свого не загрузи. Потом скандалу не оберешься от твоей фроськи. — Ага! Такой я тебе дурак свою живность сгрузить. Заходь потиху. Вон он там в углу должен быть. Заводи мешок. Боров вскочил было на ноги, но друзья ловко сунули его рылом в куль, в котором была мука, и он, хоть и брыкался ногами, но нарушить тишину сибирской ночи не смог. Мука залепила ему все хрюкающие приспособления, и он только умиротворенно причмокивал. — Готово! — Удовлетворенно констатировал Серега. — Понесли! Кряхтя протащили они куль к дороге, и, убедившись, что улица мертва, Серега взобрался в кузов и, перегнувшись, ухватился за верх куля. Андрей подсобил снизу, и общими усилиями загрузили туда свою добычу. — Порядок! Шито-крыто, и Васе не чешись! — радостно заключил Жмыхов. — Пойдем допивать. Мы свое дело сделали. Дело за Ленькой. — За ним не заржавеет! — успокоил Серега. — У него там в кузове один кабан уже лежит под Дрогожей. — Кроме нашего. — С фермы, видать, спер. — Хочешь жить, умей вертеться. — Ленька умеет. — Чего там говорить? — Ленька умеет. — подтвердил и Андрей уже за столом. — Давай! — За его здоровье! — Давай! — Чтоб удачно сбагрил! Через какое-то время Серега тоскливо уронил голову на грудь и грохнулся с табуретки. Жмыхов жалобно проводил его взглядом и горько вздохнул от чувства одиночества. Вот так всегда успел подумать он. На улице ахнул выстрел. За ним второй. И послышался чей-то крик. Но ни один из них уже не мог пересилить дремоты. Не среагировали на выстрелы и другие соседи. Мало ли мужиков с пьяных глаз ружьишком забавляются. Да и сам Гребенюк, нет-нет, да и постреливал, отпугивая потенциальных воришек. Хотя в его доме было чего уворовать, он принципиально не держал собак. Почему-то он им просто не доверял. Мужик должен сам свое добро оберегать. Попробуй, кто ко мне сунься, быстро отважу. Любил он повторять, любовно поглаживая подаренный ему карабин. Делал он это напоказ. Вот моя охрана. А на собаку чего надеяться, если ее прикормить можно? И только когда на весь белый свет заголосила его жена Лиза, всполошились люди и быстро примчались на крик. Кто-то даже успел заметить отъезжавший почти от самых ворот лес промхозовский зил. В доме они увидели страшную картину. Лиза стояла с широко раскрытыми от ужаса глазами и, сжимая в руках карабин, бессвязно повторяла «Убили Колю, и я убил вот тут». На полу в луже крови распласталось тело Николая. Голова его была рассечена топориком, который валялся тут же. От Лизы, которая теперь забилась в истерике, ничего нельзя было добиться, и женщины с трудом увели ее в горницу. Мужики же со знанием дела отнеслись к происшедшему. Не стали ничего трогать до прибытия участкового. Хотя картина им уже была ясна. На машине Леньки Белых кто-то прибыл сюда и сотворил это страшное преступление. И догадаться, кем был этот кто-то, тоже не составляло труда. На ручке топорика были выжжены буквы И, К, то есть Иван Колотов. А все знают, что именно у него всегда оставлял машину Ленька. Было также ясно, что далеко он не уйдет, поскольку от той комнаты через порог до самых ворот и за ворота, аккурат до того места, где стояла машина, тоненькой змейкой тянулся кровавый след. Видать, не промахнулась Лизавета. Прибывший же вскоре участковый Феликс Егилев кое-как узнал от Лизы, что нападавших было трое. Большего он добиться от нее не мог и, предоставив медсестре Тане заниматься трупом и Лизой, по телефону оповестил район о случившемся. Донесение его было кратким. Трое бандитов, среди которых Иван Колотов, личность местным органам известная, совершили преступление и скрылись в неизвестном направлении на угнанной ими машине ЗИЛ-130. При этом один из нападавших был серьезно ранен женой погибшего. Передав сообщение, сам Егилев тут же укатил на своем бобике к дому Колотова. Надо было торопиться, потому что по всем признакам приближался Буран. Сделав круг, он захватил по дороге Леньку Белых и еще пару мужиков, так на всякий случай. Во всей области уже велся поиск трех сбежавших из зоны уголовников, и поскольку теперь стал известен конкретный населенный пункт, это намного сузило масштаб поиска и облегчило план перехвата. Тут же были перекрыты все маломальские значимые дороги в Тайге. Особое внимание было уделено железнодорожному мосту через Чуну у поселка Ханяки. В перерывах между поездами по нему пропускался и гужевой, и автодорожный транспорт. Перейти в это время можно было и пешком. И хотя до него было не меньше двухсот километров, при наличии машины преступники могли добраться туда за считанные часы. Поэтому регулировавший это движение воинский пост усилили нарядами милиции. По имевшимся данным, главаря банды князя ожидали в Братске, но попасть туда, минуя этот мост, нельзя было. На утро уже большая часть села собралась у дома гребенюков, обсуждая это невероятное событие. Невероятность его заключалась в том, кто осуществил это преступление. Само по себе оно, в общем-то, не такое уж и редкое явление в этих краях. Но весть о том, что живший тут на поселении Иван Колотов сотоварищей ограбил на золото, а потом и грохнул обнаружившего их гребенюка, вызывала разнотолки. В том, что у Николая было припрятано золото, никто особо не сомневался и раньше, особенно после того, как он самолично проговорился об этом одной своей сударке. А их у него было много, и он на них не скупился. Лиза же смотрела на все его похождения сквозь пальцы, но давала резкий окорот всем желающим посострадать ей. После двух-трех неудачных попыток посудачить на эту тему, бабы с явным сожалением отстали от нее. Ожидаемые разборки супругов, как тому и должно быть, по всем известным им правилам семейного жития, не суждено было статься. Стало быть, исчезла и перспектива долгоиграющих пересудов, а раз так, то они потеряли к гребенюкам всякий интерес. Какой смысл перемывать косточки тем, кто на это не реагирует? Так что охочие да сплетен бабы довольствовались разборками не столь известных семейных пар, и размеренную общественную жизнь села долгое время не нарушали никакие сколько-нибудь значимые скандалы. Пьянки мужиков не в счет, а вот это событие вновь всколыхнуло все село. Люди удивлялись не тому, за что убили Николая, это-то как раз ясно было всем, удивлялись тому, кто это сделал. При этом ни тени жалости или сочувствия к убиенному не было. Хоть и богатей богатого был Николай, но уж больно прижимистый, чтобы вызвать к себе подобные сантименты. Что? Чтобы он кому-то помог? Да ни в коем разе. У него зимой снег не выпросишь. Эта пословица чаще всего и упоминалась при характеристике Гребенюка. Примечательно, что такое мнение у большинства сельчан сложилось совсем недавно. Ну, где-то около года. А до того он был для них рубаха-парень, свой в доску и слыл большим промотом, так как швырял деньги направо и налево. Любой выпивоха мог найти у него опохмелиться, да еще и занять, как правило, без отдачи до получки. И вдруг переменился мужик. Даже на девок перестал деньги тратить. А вопивох, коим в селе не с числа, так тех всех до единого отвадил от дома. От наблюдательных земляков не ускользнул тот факт, что произошла эта метаморфоза с ним после знакомства с поселенцем Иваном, которому он отдал свою прежнюю избу в деревне на Ачибе. И тот теперь все чаще заглядывал на огонек к супругам-гребенюкам. Вон и Лиза переменилась. То и голоса ее не слыхать было. Теперь же все напивает чего-то себе под нос. Светится вся, будто еще больше богатства привалило. Какое же тут может быть одобрение со стороны бывших друзей? Да ясно, что никакого. И вот этот-то Иван... Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Охали и разводили бабы руками. Этот Иван вроде и мухи не обидит. А поди ж ты. И ломали головы над тем, как мог богобоязненный с виду баптист лишить человека жизни из-за денег. И глубокомысленно качали теми самыми головами. Эх, пригрели змею! А ведь говорено было, что в тихом-то болоте все черти и водятся. Не-е-е. Не зря так в народе говорят. Но в этом осуждении вряд ли можно было услышать очень уж такое сильное негодование. Нет. Присутствовала, наоборот, еле уловимая симпатия к убийце. Даже некоторое одобрение подспудно угадывалось в пересудах. И только когда вернулся Феликс и прознали, а это уж совсем утро настало, что в столешнице Ивана нашли крупную сумму денег, к обеду она выросла уже прямо-таки в несусветную сумму, сто тысяч, то он суждений резко изменился. «Я давно знала, кто такой на самом деле этот богомольник!» Многозначительно поджав губы, сказала соседка Лизы, жмыха во Фросе. «И вот оно все и выплыло наружу. Он же этот, как его, баптист, дева!» всплеснула руками ее подруга и извечная соперница в распространении слухов, лебедихина Тоня. Сильно раздосадованная тем, что не ей первое пришло в голову заподозрить в баптисте убийцу, она решила заподозрить подругу во вранье. «Ты, гляди-ка, она знала! Чего ж тогда никому не говорила? Знала! Много ты знаешь, как я посмотрю! Да только толку-то от твоих знаний! Человека убили, а она, вешли, знала! Чего ж не упредила, а? И с удовлетворением отметив, что привела Фросю в замешательство, продолжила. «Я хоть и не знала, а вот вспомнила, что они, баптисты эти, детей в жертву приносят на своих сходах!» Помедлила и добавила для убедительности. «Сама в газете читала!» «Так что уж взрослого-то им убить человека вовсе расплюнуть!» «Ну-ка, дай нам почитать ту газету!» В смиренной издевке попросила Фрося, не желая признавать, что Тонька перещеголяла ее. «Ага, сейчас прям!» «Так я тебе ее и хранила бы!» «Давно уж печку ею растопила!» «Я не веришь!» «Иди вон у того агитатора против религии спроси, в районе которой он расскажет!» «Цыц, сороки!» окоротил их местный охотник Баскаков Петр. «Забыли, как того агитатора вместе с обоими вашими алкашами Иван в тайге отыскал, а потом сам в сане впрягся и тащил их, считай, на себе пять километров. Может, лучше было, если бы они в тайге замерзли?» «Мало ли вам добра делал!» «Что делал, то это да!» быстро согласилась Тоня. «Так он, может, все это как раз для отвода глаз и делал?» «Пыль в глаза пускал!» И большинство тут же ее поддержало, что да, мол, для отвода все это для отвода, а его никто и не просил их тащить, приободрила с поддержкой Тоня. «Чего бы с мужиками стреслось-то, а?» «Да проспались бы, и все тут!» «Им чего, впервые лечо ли?» «А то сразу!» «Замерзли!» «Конечно!» подхватила Фрося. «Проспались бы, никуда не делись!» «Ну, хорошо!» усмехнулся Петр и громко спросил. «Все слышали!» «В следующий раз не вздумайте тащить тунеядцев домой! Сами проспятся!» «Вон, кстати, ваши соколики появились на свет Божий!» К толпе с опасливым недоумением приблизились Андрей с Сергеем. «А что это у вас тут за собрание?» хмуро осведомился Сергей. «Чё, чё!» передразнила Тоня. «Черей на плечо!» «Благодетель ваш Колотов Ванька Гребенюка на тот свет отправил! Вот вам и чё!» С большим трудом дошел до друзей смысл трагедии, и такая буря переживаний отразилась на лицах обоих, что можно было подумать, будто Николай был их лучшим другом. Но их горе объяснялось просто. Плакала обещанная Ленькой выручка за их труды. Уплыл их кабан в неизвестность. «Так это что?» растерянно пробормотал Сергей, глядя на друга. «Значит, за рулем не Ленька был?» «Это тебя надо спросить», озлился Андрей. «Ты ведь как ошалелый заорал, что он уже подъехал. Я-то сразу засомневался. Выходит, плакали наши денежки». Не слушал его приятель. «Эй, вы о чем это?» поинтересовался Петр. «Если что видели, дуйте до Феликса, ему и расскажите». «Ага, чтобы затаскали потом», испугалась за них Тоня. «Кого они могут увидеть, раз с вечера лык не вязали? Нашел тоже свидетелей». «Никого мы не видели», махнул рукой Сергей. «Ай, да, Андрюха». К обеду, уже изрядно опохмелившись, они передрались, выясняя степень вины каждого за неудачную сделку и сваливая ее один на другого. Подслушавшие их спор соседей, быстро сообщили куда надо, и вскоре они уже давали показания участковому Ягилеву. То, что горе друзья умыкнули кабанчика с фермой, большой новостью для него не являлось, но вот кое-какие подробности, с которыми они с готовностью делились с ним, опережая один другого, заставили еще больше засомневаться в виновности Ивана Колотова. Это сомнение пришло к нему после того, как немного оклемавшаяся Лиза описала убийц мужа, вернее, убийцу, потому что двое из них уже покинули комнату, когда третий расправился с Николаем. Тот даже близко не походил на Ивана, хотя тех двоих она не видела в лицо, но и из них ни один по фактуре не напоминал Колотова. Да и сама она напрочь опровергла версию о том, что Иван мог убить ее мужа. Последнее время, мол, Коля часто приглашал его, чтобы вместе почитать Библию. Не, энергично мотала она головой, кто угодно, но это Николотов. Он хотел помочь Коле покаяться перед Богом, а я в кои-то веки хоть белый свет увидела. Коль совсем другим человеком становился. Они даже день подбирали, чтобы в центр, в церковь ихнюю поехать вместе. Ну, это мало ли что может наговорить женщина, пережившая такой стресс? Но вот теперь Андрей вдруг припомнил, в кузове машины уже был один кабан, только почему-то завернутый в тулуп. И тулуп тот похоже Ивана Колотова. Кабан в тулупе? Кому придет на ум заворачивать свинью в тулуп? И свинья ли была это в действительности? А если Феликс быстро набрал райотдел и сообщил свои сомнения майору Эрбису? В голосе начальника ему послышалось легкое раздражение. Слушай сюда, старик, сказал майор, девка сейчас в том состоянии, когда можно наговорить что угодно, оставь ее пока в покое. Ты раскрыл преступление по горячим следам, осталось только найти убийцу. Думаю, что это дело двух-трех дней, далеко они не уйдут, но это уже не твоя забота, а заботиться тем, что тебя-то я уже представил к повышению, чуешь? Так что готовь дырку для звездочки, старший лейтенант. Тут у Феликса лейтенанта доблестной милиции дух перехватило. Звание старлея, заветная ступень, трамплин для будущей карьеры. Он вытянулся в струнку и рыкнул в трубку что-то вроде «рад стараться». «Да, это спохватился Эрбис. Пусть там твои алкаши забудут о свинье. В общем, помоги им забыть, сам понимаешь. Вот сделано!» отчеканил будущий старлей и уже не с той брезгливостью посмотрел на двух супчиков. Да, оно и понятно. Когда душа поет, да свинели, «Слушайте сюда, други!» сказал он вкратчиво словами и даже интонациями Эрбиса. «Ну, что вы скоробчили свинью с фермы? Это плохо, но для вас есть одно условие, по которому я не дам ходу вашему делу». «Слушайте!» «Так точно!» с радостной надеждой подскочили други. «Фелька, все, что не скажешь, сделаем». «Вот и хорошо, тем более, что делать-то ничего как раз и не надо. Просто забудьте, чтобы видели Ленькину машину и чтобы об этом никому». «Ясно?» «И еще», не удержался Егилев, чтобы не похвастать. «Я вам не фелька, а товарищ лейтенант, а скоро уже и старлея дадут». «Так мы и так никому, вот и славно, что никому». «И продолжайте в том же духе». «Идите». Егилев откинулся на спинку стула и запрокинул голову на сцепленные замком руки, будто хотел что-то разглядеть на потолке. Он понимал, что Колотов уже назначен убийцей, но прикословить теперь означало бы навредить себе самому, ведь именно с его подачи завертелось это колесо, и шевельнувшееся было чувство жалости, возможно, что к невинному человеку заглушило более сильное чувство самосохранения. В конце концов, не Колотов первый, не он и последний, на кого навешивают дела и садят просто так для плана. Да и фигура он уж больно вполне себе подходящая, чтобы упрятать его снова. Любой наш суд устроит такая личность. Баптист, проповедник мрака, еще не отбыл весь свой прежний срок, да на такого было бы дело, а приговор найдется, за приговором дело не станет. Ну, а если это он был завернутый в тулупчик, тогда тем более мертвые не опровергают, зачем им, а главное тут для Феликса очередная звездочка на погоны. Николай впустил их в дом без ожидаемого ими страха. Признав в темноте сеней князя, он молча провел незваных гостей в прихожую, но там властным жестом остановил тех двоих и даже не взглянув на них, коротко приказал «Братва, для начала пусть посидит тут у печки, а ты со мной. после расчета уже отметим встречу, как полагается». И, раздвинув штору на дверном проеме, жестом пригласил князя в горницу. «Особо-то рассирываться не резон», осматриваясь, сказал Гера и, чуть поколебавшись, знаком оставил своих подельников. «Побудьте здесь пока». «Позовем, если что». Затем проследовал между шторами за гребенюком. Из боковой комнаты вышла женщина, по-видимому, его жена, и, мельком взглянув на гостя, вопросительно уставилась на Николая. Тот успокоил ее, сказав, что у него деловой разговор с друзьями, и она покорно ушла в спальню, прикрыв за собой двери. «Красивая баба», отметил про себя Гера. «Просто красавица». «И послушная». «Ладно, посмотрим. Если вернет все, пусть живет мужик». Николай вернул. Он сразу же выставил на стол портфель с деньгами, который должен был передать в общак давным-давно. «Здесь все чиков-чику, князь». глухо сказал он. «А то, что такая задержка произошла, не моя вина. Поверь, того курьера повязали не из-за меня». «Я знаю». Гера не сводил глаз с Николая. «Твоя вина в том, что после того, как объявился, скрылся, дал бы о себе знать и вся любовь». «Ага, и тут же загреметь по-новой», усмехнулся Николай. «А сюда я, по-твоему, перебрался только для того, чтобы вы меня побыстрее нашли и грохнули? Если бы хотел сквознуть, то уж, наверное, нашел бы место в противоположной стороне союза». «Ладно, заметано. Рассиживать с тобой, как уже сказал, нет времени. Провезешь нас, добрацко? Чтобы на мост через Чуну не соваться. Там нас опера точно поджидают». «Я дорог здесь не знаю, князь. Это честно. Работаю в кузне от зари до зари, не до путешествий. Деньги я отдал и теперь чист перед вами». «Еще вопросы есть?» спросил он, привстав со стула. «А ты не из робких, одобрительно заметил Гера. Ну-ну». В это время в комнату между дверными шторами просунулась голова славки кабана. «Ну, чё, князь, всё в ажуре?» «Кабан?» с отвращением содрогнулся Николай. «Кабан? И с тобой?» «Вот это номер!» и зло сплюнул. «Где ты взял этого урода?» «Где взял, там нету!» резко оборвал его Гера. «Окороти язык, гребешок, а то не равен час». «Ну, ладно, помни мою доброту». Он весело подмигнул кабану, кивая на Николая. «Пусть идёт к своей бабе под бочок. я бы от такой тоже не ушёл!» и хлопнул по портфелю. «Полный ажур кабан! Всё на месте! Миссия наша окончена! Паши!» Но Славка понял или хотел понять слова и подмигивание шефов по-своему. Его злые глазки уже обшарили всю комнату и остановились на Николая из-под расстёгнутой рубахи которого обозначился могучий торс. И там покоился массивный золотой крестик на такой же массивной цепочке. Славка сглотнул «Сейчас я! Сейчас, князь! Вы идите я сейчас!» И дождавшись, когда хлопнула дверь в сенях, шагнул к Николаю «Так чистенький, говоришь, стал и не рад меня видеть, урод, говоришь!» «Ну!» презрительно хмыкнул тот. В руках кабана ничего не было, и он не видел угрозы для себя. Он же сам, обладая огромной селищей, мог в один момент свернуть шею пришельцу. «А ты только что узнал об этом, гнида!» «Не рад, значит!» огорченно вкратчиво констатировал Славка. «А ведь когда-то были корешами, товарищи были!» «Брянский волк тебе, товарищ!» с ненавистью просадил Николай и громко гаркнул «Стой там!» «Еще шаг, и я из тебя сделаю огородное пугало!» «Лиза!» «Нанеси-ка прибор!» крикнул он через плечо, на мгновение отвернувшись от кабана. Этого хватило, чтобы Славка молниеносно выхватил из-под фуфайки топорик и нанес страшный удар. Николай охнул, схватился руками за голову и рухнул на пол, обливаясь кровью. Кабан подскочил к нему, нагнулся и ловко четко отработанным движением расстегнул цепочку на шее. Он уже выпрямился с зажатым в кулаке крестиком, когда увидел нацеленный на него карабин, но среагировать не успел. Раздался выстрел, за ним второй, и Кабан, захватив руками живот, в полусогнутом состоянии выскочил на крыльцо. Быстро скатившись с него, он зигзагами, головой почти касаясь земли, побежал к раскрытым воротам. Мужики уже ждали его в заведенной машине. «Стойте!» «Не бросайте!» сдавленно кричал он, но вместо крика выходило какое-то шипение. Раздался третий выстрел, и Кабан рухнул прямо у зилка. Гера бросился к нему и, подхватив под бока, подсадил в кабину. «Гони, малыш!» Едва вскочив на подножку, рявкнул он, и, зил, прорезав прожекторами фар абсолютную ночную тьму, рванул с места. Уже на ходу втиснувшись в кабину, Гера никак не мог захлопнуть дверцу. Будто нарочно не закрывалась она для того, чтобы лучше слышен был леденящий душу вопль несчастной Лизы. Огласивший ночной безмолвие, он так и завис над селом. И вот уже в некоторых окнах появились светлячки керосиновых ламп, кое-где захлопали двери, но машина уже выскочила из села. Только долго еще вдогонку им несся тот безысходный душераздирающий крик. Они его, конечно, уже не слышали, но он продолжал стоять в ушах. Зил, поднимая снежную пыль, мчался по голой, открытой всем ветрам местности. Небудь огромных сугробов по обеим сторонам дороги, вряд ли можно было ее тут разглядеть. Голимая степь, а попробуй сверни с колеи, увязнешь намертво в снегу. И только вдали угрюмой стеной выселся дремучий лес. Вот Зил нырнул в распадок, вылетел на противоположном склоне и вскоре скрылся в той темной лесной громаде. И сразу же с обеих сторон его атаковали могучие деревья. Они, казалось, так и наезжали на капот машины своими разлапистыми ветвями, но в последнюю секунду, так что малыш едва успевал свернуть, следовал изгиб дороги, и они диковинными, причудливыми великанами уносились назад. Тут Гера должен был признать, что Матвей действительно первоклассный шофер. Чуть успокоившись, он за ворот фуфайки повернул к себе Славку. Тот с перекошенным от боли лицом и широко открытым ртом только хрипло и с надрывом стонал. — Кабан, что у тебя там произошло? — Гребешка я завалил, просипел Славка. — Как ты и велел. Череп ему раскроил надвое, а меня Лиска, жена его, приголубила, стерва, даже не узнала меня. — Кто тебе велел? — похолодел Гера, совсем не обратив внимания на его последние слова. — Ты что несешь? — Я же сказал тебе полный ажур. Ты что наделал? — Попытался усмехнуться Кабан. — Какая теперь разница? Ты же сам мигнул мне. И вдруг зло процедил. Мне сам пахан велел, понял? Ты мне никто, и против пахана ты никто. Бросишь меня в тайге, он с вас обоих за меня спросит. Потом, видимо, понял, что вредит самому себе и перешел на заискивающий тон. Не бросайте меня, мужики, я выдержу. Голос его становился все слабее. Выдержу, жилистый я. Куда она тебя? В бочину, потом в ногу. Голова его бессильно мотнулась и откинулась сначала назад, потом свесилась на грудь. Славка, легонько похлопал его по щеке Гера. Готов? Не отрывая глаз от дороги, спросил Матвей. Да нет, вроде. Может, и вправду выкарабкается. На нем ведь, как на собаке, все заживает. Сколько раз он в конде вены вскрывал, и все ему нипочем. Да, как на собаке, согласился малыш. Только он злее. Ему, что себя жизни лишить, что кого другого, никаких вопросов. Я вот все удивляюсь. Князь, как он в твою команду попал? А что ж тут удивительного, рассеянно спросил Гера, не в силах освободиться от того крика отчаяния в ушах. И вдруг удивился сам. Слушай, точно об этом же меня спросил Гребешок. Ну, и что ты ему? Да ничего. Окоротил, да и все. Ну, а все же, настаивал Матвей, или секрет? И Гера понял, что это ему действительно важно знать. Никогда ранее такого интереса малыш не проявлял. А ты что думаешь, у меня был выбор? Кто согласился, того и взял. Но ведь у вас воров мокруха не в части, а он мокрушник. Матвей даже чуть притормозил и прямо взглянул на Геру. Ты боялся не справиться с Гребешком? Это был трудный вопрос. Не ответить на него нельзя было, но и просто скривить душой не выйдет. Жек суеверный и уж явно что-то накрутил себе с приметами. Но при всем этом он зэк опытный и раскусит всякую фальшь. Только не зря же и князь дипломат из дипломатов в воровской среде. И да, и нет, малыш, медленно произнес он. Теперь понимаю, что пахан его приставил ко мне. Гребешок честный вор. Я был уверен, что он отдаст то, что принадлежит братве. А в противном случае мне было достаточно твоей помощи. Кабан же вроде как случайно прознал о побеге и сам напросился. Вот я и подумал, что он не будет лишним. Мы с тобой добренькие, много рассусоливаем, а он мужик действия. Да, за бабки он замочит любого, угрюмо обронил малыш. Если выживет, уточнил Гера, если мы вообще все выживем, выживем, успокоил князь, иначе зачем бы нам вся эта затея. Вот доберемся добрацко получишь свою долю и исполнишь свою самую светлую мечту, матюша. У тебя есть мечта? По-видимому, спокойствие князя и особенно упоминание о деньгах благотворно сказалось на малыше. Он глубоко с облегчением вздохнул. Есть. А у кого же ее нет? Только не расслабляйся, князь. Если выживет кабан, он и тебя за эти бабки замочит. И, будто услышав его, громко застонал Славка, забился в судорогах, затраторил сбивчиво и с переживами. Князь, давай мою долю. Я честно заработал бабки, не то, что малыш, только на подхвате. По телу его вновь прошли судороги, правой рукой он продолжал зажимать бок, левую зачем-то сунул под фуфайку и совсем помутившимися глазами отыскивал лицо Геры. Прямо сейчас давай, бабки, князь, мне так душе покойней будет. наклонись-ка, чё скажу. Да даю, даю слава. Наклонился к нему Гера. Вот только отъедем немного и получишь свою долю. Тебе слава больше всех положено. Обожди чуток. Кинешь, засипел кабан. Не верю я тебе. Сейчас давай долю, чтобы вам не досталось. не хочу, чтобы вы по ресторанам со шмарами за мой счет шиковали, а меня в тайге огнить бросите. Он медленно выпростал левую руку из-под полы фуфайки и вдруг выкинул ее в лицо Геры. Но малыш, зорко наблюдавший не только за дорогой, но и за ним, успел перехватить его руку с заточкой. Одновременно он локтем ударил кабана по горлу и придавил к спинке сиденья. Через секунду другую Славка дернулся последний раз и затих. Ну и козел, угрюмо сказал Матвей, не сводя глаз с дороги. Что я тебе говорил? Подбери заточку-то, а то забудем потом. За мной должок, малыш, качнул головой Гера. Вовремя ты его. И чего он взбеленелся. Почувствовал конец, вот и решил тебя с собой прихватить. Давай выкинем его, а то дышать уже тяжело. Открой окно. С той же угрюмо посоветовал Гера. Оторваться надо подальше, там и выкинем. Мне тяжелее твоего. Он меня уже всего своей кровью обделал. Долгое время они молчали, каждый по-своему, переживая это непредвиденное обстоятельство. Князь, ты правда ему велел гребешка грохнуть? Да ты что, матюша? У нас же уговор был только в крайнем случае. А он сразу все вернул. Просто Славка похоже не в ладах с ним был. Так ты и правда ничего не знаешь? А что я должен знать? Колькина жена, сестра кабана. Да ты что, паря? Даже привстал Гера, подавшись вперед. Но тут же придержал эмоции и криво усмехнулся. Ничего себе понты! То то он и огорчился, что она его не узнала. А я мимо ушей это пропустил. Если бы узнала, четвертовала бы. С нами бы он уже не ехал. Так выходит, сестра братишку грохнула. И мы вроде как к этому руку приложили. Она бы его и без нас отправила на тот свет, попадис он ей. А что так? Когда Кольку замели, кабан уже больше года под следствием был, но и договорился со следаком, что, мол, если ты меня по бакланке пустишь, а он же по расстрельной шел, я за это красавицу сестру тебе подложу. Ну, когда к нему на свиданку после суда придет, она, мол, забраться нам все пойдет. А Лиска же первая красавица там у них была. Я, правда, только фотку ее видел, но ясно же. Ну и следак слово сдержал, а кабан нет. Сестра та сестра, а вот чья это жена, это Славка от него утаил. Но сразу после суда кто-то успел просветить об этом следака, а тот прекрасно знал, что гребешок его за нее из-под земли достанет, и не будь дураком во второй раз, первый это раз, чтоб поверил кабану, рассказал об этом Лизе. Вот и все. Интересно? Да уж... Ну и кабан. Тогда она и объявила, что четвертует его, если даже колька его помилует. И сделала бы это, поверь. Верю, сказал Гера. Ну а чего ж ты даже не намекнул мне, а? Матвей долго молчал, сосредоточенно глядя на дорогу. Мы же каждый сам по себе, князь. Слышал песню, какое мне дело до всех до вас. Ну, вот и мне никакого дела ни до тебя, ни до кабана. Да и что бы это изменило, если бы сказал? Если бы я узнал об этом, не оставил бы их один на один. Видел бы ты, как гребешка передернула от него. Да я даже подумать не мог, что кабан пырхнется. Он же против кольки кролик. Впрочем, пошли они оба куда подальше. Нам теперь о себе думать надо. Вон буран начинается. О, черт! Только его нам и не хватало. Нет, это нам на руку, это нам хорошо, не согласился Гера. Нам ничего хорошего уже не будет, князь. Снова впал в меланхолию Матвей и в тоске постучал по груди. Сосет вот тут что-то. Нехорошее чует сердце. Не надо было молильника трогать, не надо. Вот кабану и отмстилось уже. Гера непроизвольно содрогнулся при упоминании Ивана и обернулся назад, будто мог разглядеть его там. Лес рубят, щепки летят, малыш. Нам-то что? Не мы же его отправили на тот свет. А так-то, конечно, жалко мужика. Он посмотрел на светящийся циферблат часов. Больше часа уже едем. Сколько уже проехали? Ну, километров тридцать будет с гаком и все лес. Ну, ладно, тормози. Пойдем схороним Славку, пока еще что-то видно. Вот буран-то сыплет. Проходила с небесной канцелярия. По колено проваливаясь в снег, они оттащили кабана подальше от дороги, там, поглубже, протоптав канаву в снегу и уложили его, немного присыпав сверху. При этом Матвей беспрестанно крестился. Пошли, заторопился он. Через минуту само все засыплется. Через минуту, да, согласился Гера. Ну, Славка, пусть этот снег, земля, то бишь, будет тебе пухом. Течение реки было таким стремительным, что несло оно Ивана прямо все эти поплавки, которых отчетливо виднелись на поверхности. И как он не пытался отплыть на безопасное расстояние, но все же угодил в них, теперь его прибивало еще и к рыбацкому мостику. На нем стояли друг за другом трое мужиков, и передний из них орудовал сачком, методично опуская его в воду. Вот он завел сачок и ловко накрыл Ивана. Есть! заорал рыбак тем, что позади. Тут-то он, тут-то! Видите? Помогайте тошить, а то вон он какой тяжелый! И рыбаки, шустро перебирая руками, стали подтягивать сети к себе. В руке одного из них Иван с ужасом увидел острогу. Вот он замахнулся ею и от резкой боли в груди Иван очнулся и в первые секунды не мог понять, что с ним происходит и где он находится. Повторная резкая боль в области сердца заставила вспомнить все, что произошло у него в доме. Живой! мелькнула мысль. Он осторожно убрал тулуп, и лицо его тут же залепило крупными хлопьями снега. Он лишь различил доски поверх бортов. Ленькина! Значит, подумали, что убили и подбросили к нему в кузов. А где же он сам? А-а-а! Вот, кажется, идет с кем-то. В тишине ночи послышался тяжелый похруст и неясное бормотание. Кто-то шел глубоко проваливаясь в снег. Потом машину сильно качнуло и голос взобравшегося на подножку громко проговорил у самого уха Ивана. Князь, может, и молельника заодно с кабаном прикопаем, а? Тут место лучше не придумаешь. Снегу-то по самые уши. А-а-а! По уши! Еще месяц-два и все тут растает. А нам надо, чтобы его подольше не нашли. Понял? Да ясно, что понял. Ну, тогда прощевай, Славка. Погнали? Погнали. Может быть, удастся его где-нибудь под лед сплавить. Вот тогда уж куда с добром. Ну, ладно, Славка. Деремот ты был, но все равно жалко. А беду ты сам себе накликал. Не надо было верующего человека трогать. Ну, поехали. Дверцы машины хлопнули с обеих сторон, и зелок рывками тронулся с места. Каждый рывок причинял Ивану дикую боль. Он сохранял ясное сознание и отчетливо понимал, что ему грозит. Его еще не прикопали с каким-то кабаном лишь только потому, что здесь его можно будет быстро найти, а им зачем-то нужно, чтобы искали подольше и лучше, чтобы не нашли вовсе. Стало быть, хотят что-то повесить на него. Неожиданно сильно просветлело, и он понял, что лес кончился, и они, скорее всего, едут по вырубкам. Машина пошла плавнее, а вскоре натужно загудела. По-видимому, начинался затяжной подъем. Лучшего шанса попробовать выбраться из машины может не представиться. Рядом с ним, почти вровень с задним бортом, лежала какая-то бесформенная куча. Иван протянул руку, и, нащупав что-то живое и теплое, резко отдернул ее. Еще один кабан? Они что, хоронят кабанов? Ну, так или не так, а эта туша помогла ему. Собрав остаток сил, он взобрался на нее, и, не выпуская из рук тулупа, перевалился через задний борт. Подъем был настолько крут, что низ борта почти касался снега. Тулуп самортизировал падение, и он пополз от дороги к виднеющимся зарослям кустарника. Это оказалось трудным делом, потому что рыхлый снег легко проваливался под руками. Тогда он в несколько приемов перекатился и затих под кустом жимолости, длинные пручи, которые, перегнувшись, образовали естественную упругую арку. «Надо бы тулуп вывернуть, черный-то заметят на снегу», пронеслось в затухающем сознании и следом в полном умиротворении «Да нет, не вернутся уже, а Христос пошлет заступника». Неожиданно он очень четко рассмотрел на опушке леса какое-то неказистое строение, пригляделся, а это их дом, где он провел все свое детство. Ну да, вон и обледеневшая речка внизу, и сугробы, с которых они на санках по пологому склону съезжали к ней. А вот и сам он, уже накатавшись и в сласть и изрядно околев, забегает в дом и греется под одеялом. Ай, хорошо-то как! Тепло! Век бы не вылезал наружу, но век удовольствия проходит так быстро. Картины детства следуют одна за другой. Память перелистывает страницы самой беззаботной, а потому и самой счастливой поры человека. Может быть, потому что однажды это уже было с каждым из нас. Ведь там, в Эдеме, человек, созданный Богом, не знал забот. Серый мглистый свет обозначил узоры на заледенелом оконце и начинает робко пробиваться в комнату. Ванюшка давным-давно не спит, но вылезать из-под одеяла не спешит и лишь плотнее в него закутывается. За ночь изба выстала, а мама только что затопила печку и тепло, пока не дошло до их ребячей комнатки. Краем глаза он видит, что обеих сестренок уже нет на их койке. В школу убежали. Он слышит, как мама бренчит ведрами в стайке и четко представляет себе все, что она там делает, потому что все это ему знакомо. Он знает даже, о чем она разговаривает с дочкой, своей коровушкой ненаглядной. Наша доча кормилица, как она ее ласково называет. Ваня тоже любит ее и часто сам, безо всякого принуждения, вставал пораньше, чтобы поухаживать за ней. Пока на его плечи не были переложены чужие, как он это понимает, заботы, Тая, меньше из его сестренок, перешла в пятый класс и вместе со старшей Машей стала ходить в школу за шесть километров. Вот так ему и остался в наследство уход за самым меньшим братом. Ваня приподнимается и с опаской поглядывает на горницу. именно там, на маминой койке под ватным стеганым одеялом и разметалась эта его головная боль трехлетней кости львовьем или просто ревушка коровушка. Вот у кого жизнь. Мало того, что встает когда захочет, так еще и таким ревом оповещает данное событие, что в доме сразу закипает жизнь и все приходит в движение. Суетится мама, суетятся сестренки, даже старший брат Вова, случись ему быть дома, не остается в стороне. Да и Ванюшке находится заделье. В общем, дом на ушах. Не проходит и пяти минут, как является дед Константин или бабушка Мария. Оба непременно с каким-нибудь гостинцем, чтобы ублажить своего ненаглядного внука. Ну, что дочка ненаглядная, это Ваня еще понимает. В деревне она самая красивая и добрая корова. А какое она дает молоко! Но с каких таких шанежек рева кочка для них ненаглядный, этого он постичь ну, никак не мог. Только и умеет, что орать благим матом. В городе еще когда жили, так с этим его ревом, не только папка вставал каждое утро на работу, весь барак будил ненаглядный. Стены-то в бараке, разборки соседских тараканов слышно. «Ох, первый гудок запел!» кряхтел папка каждое утро. «Пора на работу сбираться!» «Гли, Артамон, тебе и часов не надо!» беззлобно шутили соседи. «Свой будильник есть! Большое дело!» Дело действительно было большое. За опоздание на работу в те времена могли и в каталажку посадить, но Ваня тогда этого еще не знал. Но знал точно, когда начинался рабочий день отца. потому что в эту минуту над рабочим поселком зависал протяжный, такой же занудный, но не такой пронзительный, как у брата, заводской гудок. В этом гудке Ване всегда слышалась какая-то приглушенная жалоба, будто сам гудок не выспался и скорбит по насильно прерванному сну. А затихший к тому времени костик взрывался еще большим ревом, заглушая потуги заводской печали. Серьезный мужик растет, горластый, одобрительно говорил дедушка, бывший мичман морфлота, этот за себя постоит. И совсем неодобрительно кивал в сторону Ванятки. Не то, что это тюхтя сынок маменькин. Ваня от этих слов жался к матери, не понимая, чем плохо быть маминым сынком, тем более, что он еще был и папкиным. И когда семья переехала наконец из одной комнаты барака в дом, выстроенный на околице соседней деревне, больше всего радовался Ваня, что дед с бабой стали жить отдельно. Вход у них был с другой стороны дома, и ему теперь не так часто доставались подзатыльники деда. Константин Григорьевич был мужик огромной силы и недолюбливал слабаков, может, поэтому и не баловал своим вниманием хилого, часто болевшего Ванюшку. Ну, разве что тем же подзатыльником, когда отметит. Зато в младшем внуке души не чаял, хотя бы уже потому, что тот назван был его именем. Кстати, почему эта кочка до сих пор не заорал? Ваня ступил босыми ногами на холодный еще пол и на цыпочках прокрался в горницу. А-а-а-а! Вот оно что! На маминой кровати Костик пригрелся между двух сестренок. Как это Ваня забыл, что сегодня воскресенье и им не в школу? А значит, у Вани собственный выходной от котики день, и он пойдет на поиски ревунчиков, о которых вчера рассказывала мама. Это такие красивые зимние цветочки, которые растут на сугробах и сверкают, переливаются то алыми, то голубыми искрами. Только заметить их очень трудно. Тут Ваня засомневался. Может, позвать Таю с Маруськой и поискать вместе? Ну уж, очень ему мечталось найти цветочки самому. Найти и подарить их маме и сестренкам. Вот радости-то будет! Во дворе чуть слышно заскулила и взвызгнула собачонка. И Ваню как ветром сдуло с койки. «Пудик! Вот с кем мы их найдем!» Его охватил такой восторг, что вылетел он из избы, забыв даже про шапку, и в синях столкнулся с мамой. «Ты куда в такую рань?» Удивилась она. «За ревончиками?» Выпалил Ваня. «Мама, я с Пудиком их искать буду. Ладно?» «Ах, за ревончиками!» вспомнил Анастасия. «Да ладно, конечно!» «Только это еще рано!» «Они же при солнышке растут, а до него они в сугробах под снегом прячутся. Вот выйдет солнышко, и пойдешь. Папка с Вовой к вечеру будут, а мы к тете Лизе на новоселье пойдем. Ты, как найдешь ревончика, сразу туда и неси. Только смотри, чтобы твой Пудик дедушке поменьше на глаза попадался. Предупреждения отнюдь не лишние. Дня три назад Ваня из-за этой собачки чуть не получил порцию ремня от деда. Но обошлось как-то. Никто не мог объяснить, почему этого мальчонку так любят все собаки села. Стоит ему выйти на улицу, как они целая свора тут же сбегаются к нему, и он идет как бы во главе своего воинства. И воинство это резвится, и ластится, и прыгает вокруг него, и на него, стараясь лизнуть в лицо, и не отстанут, пока он не скроется в доме. Отец с матерью снисходительно относились к этому его увлечению. Дед же, зная его пристрастие к четвероногим, строго-настрого запретил приводить их в дом. Сперва собак бродячих, потом и друзей таких же начнет водить, оборвал он свою дочь Настасью, когда та не смело попыталась защитить сына. А последнее слово в доме было за ним, хотя хозяином был, конечно, Ванин папка. Дед с уважением относился к зятю, но ни во что ставил свою дочь. «Ах, ни рыба, ни мясо!» Называл он ее за тихий и смиренный нрав, а когда узнал, что ходит она молиться со ссыльными людьми, пришел в неописуемую ярость. И хотя сам же другой раз грозился, что, мол, доведись до него, так он бы всех попов извел, тут вдруг явил к ним милость. «Ну, еще бы, ладно, в церковь какую пошла, к попу батюшке!» гневался дед. «А то ведь почти что к бусурманам нерусим! Ой, стридобушка!» Так что не погодись тогда отца, кто знает, чем бы закончился его гнев. Негромко, но со значением указал ему зять, что на Настасью голос повышать он не позволит даже ее отцу. И это, ее дело, с кем она хочет молиться. Сказал и ушел тут же. Два раза он никогда не повторял, и дед понял, власти его в семье пришел конец. Почихоньку страсти улеглись, но власть свою он перенес на внуков. Тут отец не мешал, дед плохому не научит. Но вот такую белую лохматую собачку Ваня был не в силах бросить на произвол судьбы. На днях этот песик отстал от трактора с тележкой, на которой его бывшие хозяева из соседней деревни перевозили свой нехитрый скарб на станцию. Двенадцать верст бежал он за хозяевами, но здесь выбился из сил и отстал. Ваня на руках принес его в стайку и, намешав в жестяной банке хлеб с молоком, стал кормить его. За этим занятием и застал его дед. — Это что еще за козявка такая? — грозно вопросил он. — Чтобы сейчас же духа его тут не было. — Ишь, пуделя нашел. — А ну-ка, дай его сюда. Слово «пудель» в устах Константина Григорьевича было ругательным. Им он называл мужиков, которые любят бражничать и бегают от своих жен. Поэтому Ваня не понял, при чем тут его новый друг. — Перечить деду бесполезно, да и небезопасно, того и гляди, схлопочешь оплеуху. Но и отдать в его руки собачку Ваня не мог. А вдруг хряснет дед песика о стойку, как он это недавно сделал с нашкодившей кошкой. И, похоже, его опасения оправдались. Дед, приклядевшись к песику, чем-то озаботился. «Обдиру-ка я его, пожалуй, до рукавички сошью. Ну, все, польза будет». Ваня в ужасе и как-то очень четко представил себе, как дед обдирает собачку и все в нем запротестовало. Обхватив пуделя обеими руками, он загородил его от деда. «Что?» сверкнул глазами бывший матрос и многозначительно поддернул ремень на штанах. «Бунт? Ах ты, тюхте, куделя! Деда не слушаться! Ну, быстро!» Он взял своей лопищей песика за шкирку и тот жалобно заскулил и тут случилось невероятное. Ваня впился зубами в протянутую руку и дед, взвыв от боли, отдернул ее и отступил на шаг. Этого хватило, чтобы внук пулей выскочил из стайки вместе с собачкой, а ошеломленный старик так и остался стоять, разглядывая отметины зубов на тыльной стороне ладони. «На, полюбуйся, что твой тихоня натворил!» сунул он руку, выбежавший на его вопль Настасия. «В тихом болоте черти водятся!» «Ваня!» всплеснула руками дочка. «Да он че, сдурел?» «Сдурел!» хмыкнул Мичман уже спокойнее и вроде как с нотками одобрения. «Сдурел?» не то слово. И больше для себя, чем для Настасии, забармотал. «Вот тебе и чухтя!» «Это надо же, за паршивую собаку!» «Деда укусил!» не побоялся однако. «Ну, это, я тебе скажу, уже совсем другой калинкор. Может, и выйдет из него мужик. А то ведь, как есть мамка смиренная!» «Так ведь от Бога это тятя!» чуть осмелела Настасия. «От Бога он смиренный такой да добрый!» «Фу ты!» «Опять свое заладила!» «Куды ни сунься, везде у нее Бог!» В сердцах махнул дед поврежденной рукой. «И в кого только такая дуреха удалась!» «Ладно, поклич сорванца, скажи не трону, пусть и пуделя своего не прячет!» «Только если попусту брехать будет, шкуру спущу!» «Хм! Пудель!» «А что?» «Ну, пусть и назовет его Пудиком!» Так приблудившийся песик получил свое новое имя. Ну, а долгожданное для Вани декабрьское солнышко выглянуло наконец и разукрасило розовой бахромой края редких скучных облаков, и оттого сами они стали еще наряднее и поплыли белоснежными айсбергами в безбрежном океане синего неба. И от прикосновения его лучей заискрился зернистый снег ослепительными алмазными бусинками. В крепкий мороз мириады их вспыхивают то тут, то там. И так и кажется, что это распускаются на сугробах снежные цветы. Ах, сколько этих сугробов облазил Ваня с пудиком, уже и сил выбился, а так и не нашел ревунчиков. Вот вроде и мелькнет на снежной вершине цветочек, а докарабкаешься, он то ли перебежал в другое место, то ли под снег снова спрятался. Но только что был и нету. Пудик рядом суетится, тоже искать помогает, а чуть подальше убежит и уже слил со своей белой шубкой со снегом, так что впору его самого искать. Но ему, в отличие от опечаленного Вани, весело, знай себя, потявкивает, а то и вовсе лаем восторженным заливается. Умаялся Ваня, загрустил и присел прямо на снег отдохнуть. Глаза взбросил, а цветочек вон он на самом верху сугроба обозначился, распушился от легкого ветерка и стебельком покачивается. Ваня, сколь есть силы наверх, а это пудик клубочком свернулся и от удовольствия хвостиком помахивает. Вот уж цветочек так цветочек, куда и грусть делась. Развеселился Ваня от своей промашки и ну валяться с пудиком по снегу. Никакой мороз им нипочем и не беда, что не нашел сегодня ни одного ревончика. Завтра еще поищет вон там в лесу за заплотом. Позвав друга, Ваня за дами направился к дому тети Лизы. Прибыли они к тетке, а там переполох. Костик пропал. Снарядила его мама погулять по просьбе деда, да не по просьбе какой там, он разве просит? Приказом приказал дед, дескать, пусть гуляет хлопец на свежем воздухе, а не за ее юбку тут держится. Вон Маруська стави, мол, присмотрят за ним. Кого им всем тут делать? Бражные застольные песни слушать? Анастасия хоть и не пила вовсе, но все эти песни заводила. Голос у нее высокий да чистый, как вода родничковая, и уж если случи с ей быть в какой компании, все будет запивать до самого конца гулянки. В общем, укутала котику потеплее, шалью накрест перевязала, мороз-то отменный под сорок, и пошел мужичок с ноготок на улицу с сестренками, а там ясное дело детворы целый табун, но как не заигрались они с подружками, а котику из виду не упускали, вроде бы он все время под ногами путался, потом как-то незаметно исчез, ну, думают, замерз мальчонка да домой ушел, и дальше себе играют, пока дед из дому за внуком не вышел, и они имели внучки от страха, да разве, мол, не дома он, дед, обратно в избу, нет тут там внука, заметали с гостью в поисках ребенка, а его нигде нет, ни во дворе, ни в стайке, даже на сеновал заглянули нету, и ужас охватил всех, когда соседка, поджав губы, недомолвила, что недавно, мол, видела тут цыган на санях, а как в ту пору только и разговоров было, что о краже да продаже детей цыганами, то это прозвучало как приговор, и сомнений ни у кого не вызвало. Следом озвучили и совет мечущейся подвору матери. Сельсовет оповестить надо, Настя, может, перехватит Бусурманов, а тут аккурат и Ваня с Пудиком. Она припала на колени и сына к себе в Береме, будто охранить от кого-то хочет. Ванюшка, Костик не с тобой, ох, лучше бы я с тобой его оставила, где ж теперь искать-то его, ох, какой жгучий стыд испытал Ваня за ту радость, что отвязался сегодня от кочки. И такая жалость к братику пронзила все его существо, что он заплакал. В самом первом своем покаянии вдруг понял он, почему Костик для всех ненаглядный, потому что самый маленький и беспомощный. Неужели он его не увидит больше? Мама, надо Боженьку попросить, чтобы вернул Котю. Конечно, сынок, только проси и моли спущи. И тут кто-то из гостей огорошил всех своей догадкой. Колодец! охнула и захватилась за грудь Настасья, и как вкопанный остановился обижавший все соседские дворы Константин Григорьевич. Да не! Повел он взглядом в глубину двора, где сквозь наметенный снег под черневшими бревнами сиротливо обозначался сруб колодца. Колодец старый, давно уже без ворота, как и без воды, а все не достает времени его засыпать. И хоть по сугробам к нему никаких следов, но поземка-то при таком морозце и солнышке так чисто подбивает понизу, что может и поглубже след замести, а уж от ребенка и подавно от ребенка какой след! Кинулись все к колодцу, а что там разглядишь? Вроде и чернеет что-то на глубоком дне, а вроде и нет. Ну, поди разберись в такой темени. Веревку! Выдохнул дед и бегом к стайке. А Лизавета уже сняла моток с сеновала и подает ему. Сама рядом с Настасьей на колени прямо в снег бух и запричитала. Рядом Тая с Маруськой голосит Константин Григорьевич веревку на плечо, а рукой в сердцах как замахнется на дочерей да внучек проворонили дитя. А теперь молитвы молить розини кричит. И сбросил безнадежно руку, увидев, что те продолжают молиться. Гришка, Мишка, кто там помоложе, пошли за мной. Пшел, чтоб тебя. Это несмышленый пудик. На дедов огромный пим скарабкаться успел. Не к месту, конечно, под ноги попался. Так и ластится да хвостиком виляет. И от своей несмышленности далеко за стайку улетел визжа от страха. Дед хоть и не пнул его, а просто отшвырнул с пима, но страху от такого полета пудик испытал немало. Однако подвывал и скулил от незаслуженной обиды недолго. Не успел Ваня подойти к нему, а пудик уже зарыскал по снегу мордочкой да примехонько за стайку. И тут же вернулся и к Ване. Подпрыгнет, тявкнет и за стайку словно показать что-то хочет. И так раз за разом «Что, пудик, что?» заволновалась Настасья и обнаружила там просевший наст по склону сугроба и на этом углублении необычный, уже слежавшийся зернистый, а не рыхлый, сползший сверху снег. Тут пудик заперебирал лапками и подняв мордочку призывно затявкал. Настасья осторожно подгребла рукой снег вперемешку с лежалым сеном и увидела зияющей пустотой покатый приямок под стайку глубиной больше метра. Там на дне его свернувшись в клубочек и лежал ее костик. И то ли от страха молчит, то ли уже наревелся досыто, то ли уснул малыш, но голоса не подает. «Тятя, тятя, сюда!» завопила Настасья к великому облегчению Гришки, худенького хлопца лет двадцати, на котором дед как раз прилаживал веревку, чтобы спустить его в колодец. Хоть в нем и нет воды, а лезть в такой замогильный холод кому охота. Оттого и радость у Гришки образовалась, и он вперед всех прибежал и вытащил кочку. Ну, о радости деда и говорить не приходится. С горам кол он внука ненаглядного в лапище своей и в избу. Даром, что орет внук, благим матом в пору уши затыкай, а расцвел дед. Для него это самая чудная симфония. Ублажая внука, Настя вспомнил. Неловко ему, что обругал ее ни за что. По его ведь указу отпускала гулять ребенка. Как же ты наткнулась на него, дочка? Так пудик его нашел. Сквозь слезы улыбается она и добавляет с верою в слова свои. Просили мы Бога в молитве. Вот он и послал его Костика отыскать. Вскинулся было в противоречии Константин Григорьевич до осекся сконфуженно и, откашлившись в бороду, поманил Ваню. Ты к бабке зайди. Пусть выберет пудику твоему чего повкуснее. Заслужил. Обронил он миролюбиво. Потом, вспомнив что-то, разулыбался. Ну, а Ревунчиков-то насобирал? Нет, Ванюшка? Ваня отрицательно замотал головой. Не нашел? Удивился дед. А мать, он говорит, нашел. Да еще самого красивого, говорит, нашел. Ну, вот, сам нашел и не знаешь. Показать? Ну, смотри, Константин Григорьевич поставил котику на колени и ладонью собрался во щечек, катившие с оградиной слез. Видишь, сколько сразу ревунчиков. А вот это самый главный ревунчик. Так, нет, мать? так, так, улыбается Настя. Так, так, поддакнул своим тявканьем пудик. Да и сам Ваня видит, что котика и есть распустившийся цветочек. Цветочек с алыми щечками, черными глазами и розовыми губками. Ну, настоящий ревунчик. Дед с грубоватой нежностью ерошит в Ванюшке волосы. Ну, теперь видишь и подталкивает в бок. Все сильнее и больнее. От пронзившей боли Иван очнулся. Лунное сияние залило все вокруг, а сама луна пристально всматривалась в его глаза. И еще кто-то так же пристально рассматривает его. Вот этот кто-то склонился над ним, и он узнал своего младшего брата. Котя, слабо выдохнул Иван, Котика, смотри, сколько цветов. это все твои ревунчики, помнишь?